Привет, зритель. Когда-то на Банприкс я покупала вот эту куртку. Да, это фавориты осени, я решила сейчас их записать. Сейчас я тебе застегну эту куртку. Короче, покупала на Банприкс, может, лет 10 назад. Может, чуть меньше. И по какой-то причине в местной деревне вообще забыла про неё. Ну, вот так вот. У неё закрытый воротник. Конечно, это не с таким прикидом лучше, когда закрытый воротник, потому что тут толстенько. Но зато шейка закрыта. Что-то он, корка приперлась. У неё есть кармашки. Можно убрать руки. Можно их вот на кнопочке закрыть. Я в ней езжу в сад или в выдры, или вон до магазина бегаю. Ну, спортивный костюм, которым нам подарили. Подарила добрая подпущенная. Веру северку. Я в нём, соответственно, езжу в сад. Нет, я в нём, короче, езжу не только в сад, и в выдры. Я в нём езжу на велики, потому что мне в нём удобно. Он как раз вот для велика. Розовые носочки, но иногда бывают другие носочки. А ещё есть партишка. Я в нём тоже езжу на велики. Сейчас я тебе его продемонстрирую. А, сейчас я тебе ещё кое-что продемонстрирую. Когда холодно, то я вот одеваю наушнички. Они всё ещё живы. Это от Насты Зарецкой. Иногда я одеваю их вот так. Не обязательно при этом застегая куртку. Кстати, это всё то же самое относится к пальтишку, который я сейчас нацеплю. Иногда я езжу вот так. Ушки закрыты. Так я не езжу. Сейчас я тебе прям тут сниму и одену. У пальтишка когда-то был капюшон, но Тиша его ещё коммунизировал. И в итоге, ну, единственный вариант был, пальтишка выкинуть. В смысле, капюшон выкинуть, потому что там это... Мех был, в общем, мех уже был не в таком состоянии. У него были такие тут нашитые фиговины, но одном очень быстро оторвалась пуговица, и она так болталась, как у Кирики. Ну, ассоциация, конечно, не совсем, но мне почему-то именно Кирику напоминала. Это из Мадоки, там, спин-офф. И я в каком-то момент отрезала ровненько так. Эти фиговины такие. Ну, такие в штуке были. Может, кто-то его видел у меня в каком-нибудь обзоре ещё с этими фиговинами, не знаю. В какой-то момент я его чуть было не выкинула. А потом мне его стало жалко, оно мне нравится. И сначала мне его ранее забраковало, а потом как-то не забраковало. И, короче, оно тёплое. Сейчас как раз осень такая, как-то больно рано началась. У него четыре кармашка. Кошка больно ведь. Вот же коза. Нельзя. Почему-то она, если видит чёрные ноги... У меня ещё есть брючки, но я в них режу шастую. Чаще шастую в этих спортивном костюмчике. Так. Здесь вот маленькие кармашки. Сваляйте на нафиг. Вот здесь вот удобные кармашки, можно руки вот так сосунуть. Тут ещё есть пуговица. Вот. Вот такая же фигня была на рукавах. Только ещё на пуговках. И я до этого ездила в пальтишке на велике. Ну, на велике я ездила в этом пальтишке. А потом в последний раз из деревни привезла эту курточку. Внезапно она там обнаружилась вполне нормально. Я её постирала, всё ништяк. Наверное, надо как-то... А, да. Пока было не так холодно. Ух ты, коза такая. Больно, между прочим, хозяину. Козень. Короче, когда было не так холодно, то я ходила в одном этом спортивном костюмчике. И до магазина, и на велике. Но потом будет ещё холоднее. Вот когда будет ещё холоднее, можете дать мне знать, камень-то типа, Лёля, напиши, фавориты холодной осени. Такой снежной уже. А иногда я ездила в этом костюмчике. И в наушничках. Шабушки не мёртвые. А те брючки, которые я иногда таскаю, ну, они тоже как бы фавориты осени. Ну, не, не то, чтобы они фавориты осени. Когда вот эти, допустим, в стирке ещё не высохли, я одеваю эти брючки. Я их отдельно обозревала, но... Как-то они в супер-фавориты не вошли. Наверное, это очень короткий ролик будет. Поэтому, может, стоит показать ещё и обувь фаворитную. Пусть кто-нибудь удивится. А вот и моя фаворитная обувь. Грызиновые. У них вообще был когда-то такой тёплый вкладыш, но как-то он со временем истаскался. Я чаще использую их без тёплого вкладыша. Последний раз я весной этого года надевала. Но как бы очень как-то толсто. Ну, тепло, конечно. Я обычно их нашёл с тёплыми носками, которые типа таких, но тёплые. С толстыми тёплыми носками. Но они как-то у меня сейчас вне поля зрения. Пушка атаковала кроссовки. А кроссовки, зритель мне поверит, я их покупала в этом самом, в Ярике, в Центр обувь. Ну, вот это Центр, что-то там, в 2014 году. Они ещё живы. Они салатово-фиолетово-оранжевые. Прямо если бы я замазалась помадой оранжевой от NYX, от Влада, они были бы в тему. Или фиолетовой от того же Влада, они бы тоже были в тему. Я сейчас попробую их просто на камеру показать вблизи для тех, кто особо ни хрена не видит. Это называется, как использовать камеру по максимуму. Она практически разряжена и флешка почти полностью заполнена. Но я всё же умудрилась записать этот ролик. Вот. Такие у меня фавориты осени. Обуви и одежды. Можно сказать, это как бы на выход. Ты дома-то всякое другое таскаю иногда. Ну, иногда ты видишь это в кадре. А иногда ты этого даже не знаешь. Если у тебя что-то подобное, любишь там, допустим, в резиновых сапогах шастать, не обязательно при этом лужи. Но вот сад удобнее в резиновых ездить и выдрать. Дай знать в комменты. Ну и... Спасибо за просмотр. Не забудь поставить палец кверху.